хоба привет с вами доктор и влад и опять новости какие-то странные у нас все в порядке у нас 23 градуса тепла мы сейчас ходили с собаками на озеро там такая цапля большая стояла такой у него хохолок сзади вот и наблюдала а там значит эти рыбы занимались брачными танцами рыжий как ее увидел аж испугался аж присел потом начал гавкать ну конечно она улетела и там рыбаки еще плавают на лодке а вообще странно вот да американцы странная рыба нерестится она не будет ловиться в нерест но я на волге вырос вы чё в нерест рыба никогда не ловится ну прикиньте вы с девушкой вам червяка предлагают ну чё куда там да ну в общем так погуляли хорошо может был поснимать даже новости какие в израиле заявили о звездном часе россии из-за беспорядков сша но это понятно они там и подогревают и в общем-то русские имею ввиду конечно подогревают там все это известно тролли пригожинский не дремлют чехия объявила двух сотрудников посольства россии персонами нон да это вот так вот ну чехи чехи очень настроена чехия польша очень настроены против россии австрии куплено австрии куплено ладно смотрим дальше в госдепе призвали россии убраться с ближнего востока помощник госсекретаря сша давид шенкер заявил что россия играет на ближнем востоке деструктивную роль и должна оттуда убираться так там маша тоже выступил по этому поводу но я и не буду цитировать но черта наркоманка генпрокурор сша заявил об иностранном вмешательстве протесты но то а чё и о чём я вам говорил конечно конечно вмешиваются конечно русские там вовсю бубнят на американских сайтах в вашингтоне двух военных на месте протестов ударила молнии вот это же надо ухты врачи установили что их травма не представляет угрозы для жизни здесь молнии вот это у нас тоже часто ветер как я буду антенна надо антенну натягивать ну сделаю покажу вячеслав фетисов благодарит бога что его дочь учится в сша вообще странное заявление анастасия фетисова родилась и выросла в нью-йорке там она продолжает получать образование уже закончила университет в интервью изданию дойче вэлле прославленный спортсмен и депутат госдумы от единой россии дословно сказал слава богу что она учится в америки и пояснил что там образование является конкурентным он отметил что анастасия взрослая самостоятельная а патриотизм заключается в том чтобы человек думал об улучшении жизни в стране но я тоже думаю я в америке живу я тоже думаю об улучшении жизни у нас в америке сам фетисов жил в сша в течение 13 лет но потом по приглашению путина вернулся в россию закрыл иностранные банковские счета и сдал грин карту ребят я не считаю фетисов идиотом значит путин как-то его хорошо прижал вот но это просто объясняется понимаете это просто объясняется сдать грин карту надо же власти москвы завершили заявили о завершении самого острого периода ограничения ребята вы подождите до октября что начнется заявили число задержанных экстремистов сша приближается к десяти тысячам да у нас так у нас так место разлива дизельного топлива в норильсте локализовано чертю знает что это означает но локализовано надо что-то сказать но локализовано на возбуждение уголовного дела уже фу добровольцы из м о это м о московского округа наверно помещены в изоляцию для испытания вакцины от коронавируса а от министерства обороны да он пошли в изоляцию он уже лежит изолированный весь комментарий бабы еще нарожают да до свидания мальчики постарайтесь вернуться назад классная песня вот как комментарии вообще обалденный добровольцы из министерства обороны уже смешно перечислены российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса москва подмосковье санкт-петербург нижегородская светловская дальше ростовская красноярский край смоленской волгоградской воронежской а чё саратов то саратова нету надо же скрывают в роскачестве назвали самоопасные продукты ну вы помните самый самый хороший самый качественный это водка я вам говорил уже в первом ролике по данным организации самый опасный продукт это свиной шашлык глазированные ванильные сырки и коньяк коньяк я не пью а вот это вот хорошо а самый безопасный водкой растительное масло ребята у меня нет слов ввоз призвали россиян отказаться от табака и алкоголя на летний период а зимой опять можно бухать и курить да ой не зря с ними трамп порвал все отношения там идиоты сидят но призвал россиян отказаться кладбище в москве останутся закрытыми в родительскую субботу завтра родительская суббота воскресенье троица будем березки ломать да что ли мне заломать те вообще песня какая жуткая да мы эту березу заломать и люли-люли заломать и нормально да и елку заломать и и дубок заломать и так медработникам гатчевской клинической больницы винеградской области не доплатили полтора миллиона рублей кто бы сомневался почему не три против николая платошкина возбудили уголовное дело там 2 даже уголовное дело политика он политик еще и политик надо же подозревают в склонении к массовым беспорядкам и распространение фейков об обстоятельствах представляющих угрозу жизни и безопасности граждан граждан он чего испугались комментарии испугались как электросамокатчики велосипедисты калечат и убивают людей вот и все на жж короче вот эти электросамокаты он сам по себе весит 30 45 килограммов с водителем более 100 разгоняется до 60 километров в час вот они в парках гоняют а движение таких устройств нерегламентированно и владельцев не не за что наказывать понятно даже после аварии задержать лихачей сложно ухты а комментариев 185 я этих чертовых велосипедистов и прочих колесных носящихся среди пешеходов уже просто ненавижу вы знаете я вот в свое время работал на в днх да там гонялись на роликах тоже несется сломя голову куда зачем думаешь дорожку что ли уберут или карти отнимут тоже носятся более трети россиян решили сэкономить в отпуске остальные просто не поедут в отпуск да денег нет потанин примет участие в совещании у путина преподносит как новость а кто это такой а президент председатель правления компании гмк на рельсе никель опа но наградит да и все о прохоров но это длинный двухметровый до прохоров вступился за потанина после чп в норильске еще и прохоров вступился да ну наградят его точно в жилом доме на юге москвы прогремел взрыв один человек погиб ну вот надо же такое на улице дорожной возник пожар а чего не сказано даже взрыв не хлопок взрыв мама родная наверное с донбасса вернулся ну значит туда и дорога скончался актер михаил кокшенов на восемьдесят третьем а где-то пишет на восемьдесят четвертом ну в общем да хороший актер да хороший в ноябре ой в октябре 2017 он перенес инсульт ну вот жалко уходят старой гвардии конечно да я тоже старую в краснодаре пластический хирург алена верди попала в больницу короче и и хотели осудить вот ей 37 лет и она обвиняется в семи эпизодах оказание медицинских услуг повлекших причине причинение тяжкого вреда здоровью короче она называлась а пластическим хирургом образование не не было и резала всех как хотела как хотела женщин задержали в аэропорту краснодара при попытке вылететь в израиль но этого только это только в краснодаре такое может быть да но одна ну две да но они же сразу расскажут нет остальные к ней идут тоже оперировал на дому ой в марте 2015 она предложила местной жительнице провести пластическую операцию круговую блефоропластику операции по изменению формы век взамен на процедуру по наращиванию волос женщина согласилась пластическая операция состоялась между тем из-за отсутствия у фигурантки профильного медицинского образования ну то есть она не пластический хирург я не знаю кто она такая может проктолог но рядом все равно да эффект получился обратным у пациентки возникла асимметрия глазных щелей рубцово изменение в области века ретракции выборок нижних век а сейчас знаете что она а в ходе расследования уголовного дела обвиняемого предъявила фиктивные документы о наличии у нее якобы медицинского образования однако как пояснили в правоохранительных органах три высших учебных заведений на вопрос на запрос следователь дали единый ответ женщина медицинское образование в области хирургии нейрохирургии пластической хирургии не получала да это все ладно дело в том что она сейчас она сейчас лежит в больнице несколько дней назад была госпитализирована в одну из городских больниц тяжелом состоянии подключили к аппарату и вывел подробности диагноза не уточняются может и правда а может и нет я не верю в этого вообще песков пояснил возмущение путина на совещании по чс в норильске до запора у него просто никак сходить не может вот вот и возмущался да нет чем тут пескова слушать себя не уважать для школьников могут предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус пунктах сдачи егэ экспресс-тест болен нет проходи в сторону трундры хронологии экологической катастрофы в российской арктии но тут целый ролик но тундра пострадает там без того без того такая природа нежная ну а там еще вот эти нефти 21000 тонн так виноваты или нет вот интересно лена мира да но она вообще скатилась полный идиотизм знаете она насчет чего говорит вот ну двоих фигурантов дело об изнасиловании помните в уфе да и вообще признали невиновными а третьему скосили срок и сумму компенсации и вот она говорит что трудно действительно разобраться ну только с их слов ведь правда да и вот она предлагает чё она предлагает а когда человек попадает в отделение больницы с ним может произойти все что угодно бла-бла-бла попадание попадая в отделение человека оказывается крайне незащищенным от произвола сколько случаев когда нужные показания выбиваются но это все увертюра что я предлагаю необходимо создать единый центр слежения за полицией в каждой полицейский участок камера высокого разрешения в каждое помещение в коридоре сортили на вход и окрестностях по камерам на каждого полицейского заодно это же дурость ребята вы не понимаете вы понимаете что это дурость да а в больницах то же самое на каждого врача в каждый туалет по камере обязательно без везде пока депутатам каждому по камере спереди сзади сбоку чтобы невозможно было дать взятку но это что такое вы не понимаете что это страна так устроена ты хоть пятьсот камер навешай на каждого все равно как как делали так и будут делать она тупая ребят вот тупая вот даже из-за этого понимаете ну ладно хорошо это лена мира если кто прослушал о чем я говорю вову о чем о чем точно огромная страна на ручном управлении одного оператора но это яндекс дзен ну оператора вы все знаете он в бункере забился до бардак повсеместный всеуровневый бардак хорошо пишет может все от того что живем по принципу пока жареный петух зад не клюнет мужик не перекрестится никто никакой профилактики не проводят вся инвентаризация для галочки все на авось ну и так далее так далее посмотрел кадры аварии в норильске какой там бардак на везде а нашего президента возмутило не халатное отношение не учи чиновников своим обязанностям не безразличие к судьбам людей как последствия авария а факт не своевременного доклада чиновников президенту о случившейся ситуации да ты же сам такую систему и построен да это а сегодня национальный день пончика данкин дональдс в америке да в америке вы интересно да ладно хорошо кто любит пончики сегодня ваш день зеленский сменил главу службы внешней разведки украины давно я не вспоминал зеленского тут у меня была одна хотел сказать пациентка нет на на канале подписчица она мне все самое забрасывала информацию про украину а я один раз как-то сказал что ну хватит но сколько можно мне ссылка она обиделась и ушла украинцы вы у вас есть такое национальное вы нервные очень вот нервные да без обид московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня какое сочинение как я люблю путина да нет да скорее всего против так платушкин у меня уже был фиг с ним так сумма на увеличение выплат на первого ребенка 8 миллиардов рублей на всю страну это твиттер годовой доход главы мозг гурдумы единоросса шапошникова 2 миллиарда рублей на одного человека просто сравните ребята просто сравните так еще твиттер в путинской россии полно яхт купленных с продажи нефти но нет ни одного судна способного собирать разлившиеся солярку да есть такие суда на самом деле но не в россии конечно не в россии в россии вон костный мозг не могут пересадить там этот который шляпу снял выступал да что же такое так полиция квалифицировала одиночные пикеты в москве как скрытую форму коллективного публичного мероприятия а спокойную прогулку по улице это комментарий а спокойно спокойную прогулку по улице как скрытую форму агрессивного свержения власти да только это остается эпидемия закончилась в кавычках эпидемия закончилась но представители мгд шапошников ну вот тот тот самый с двумя миллиардами информированный о реальной ситуации на уровне собянина сидит в эхе в эхе москвы вот напротив венедиктова в респираторе заем самого высокого класса красные резинки до красные резинки и в перчатках а холопы пускай пускай покупают в метро защитные маски и голосуют за обнуление интересно венедиктов без маски сидит ну ладно ребят у меня все на сегодня пока доживем до завтра там видно будет всего хорошего доктор влад с вами